Режимов неблагоприятных метеоусловий с марта стало ощутимо меньше. Я думаю, по крайней мере, красноярцам показалось, что ситуация стала лучше. Ну и мне. Но именно мер, пока таких, которые бы четко каждый житель мог бы сказать, что-то сделано и какой-то результат мы получили, таких мер пока не было принято. Евгений Ходес, организатор митинга «За чистое небо», последние полгода живет в режиме ожидания. Из 10 пунктов резолюции не исполнено ничего. Пока есть только одно выполненное устное требование. Наконец-то назначили главного ответственного за вопросы экологии. Вот именно сроки по созданию министерства, естественно, мне кажется, затянуты. Человекам нужно было назначить гораздо раньше, министерство реформировать раньше. Но даже если это затянулось, мы хотим, чтобы вообще работа началась уже прямо сейчас. Главой нового реорганизованного Министерства экологии и рационального природопользования стал Владимир Часовитин, в прошлом прокурор Красноярска. Наверное, даже и хорошо, я это с позитивом воспринимаю, что министром экологии и рационального природопользования стал бывший прокурор. Во всяком случае, градус и серьезность разговоров, выстраивания диалогов и отношений по-новому с основными природопользователями и загрязнителями Красноярского края и города Красноярска будет, наверное, уже на другом качественном, я надеюсь, на другом качественном уровне. Но пока никаких разговоров. Даже со СМИ Часовитин взял паузу для общения со средствами информации. Да и в целом, отличие у двух министерств прежнего природных ресурсов и экологии и нынешнего экологии и рационального природопользования пока только в названиях. Нет нового положения, которое бы сместило акценты работы в сторону защиты окружающей среды. Но власти уверяют, новое министерство в корне будет отличаться от прежнего. Принципиально новым является то, что в этом ведомстве есть функция по планированию экологических программ и проектов и по контролю за состоянием экологии. В прежней структуре министерств этих функций не было практически вовсе. Пока же борьба за экологию ведется по плану правительства. Его подписали в апреле. Но и с ним не все так хорошо. Новый том предельно допустимых выбросов еще не принят. А значит, предприятия чадят так же, как и до митинга. Замена автобусов запланирована на 2018-2019 годы. А значит, на чем ездили, на том и ездим. Да, в реорганизованном министерстве проводят проверки предприятий, анализируют топливо, автомобильные выбросы. Но данные обещают предоставить только в сентябре. Никаких реальных исследований не было проведено. Даже те отчеты, которые за 2015 год мы видим, там просто показано, что концентрация вредных веществ по тоннам, вот смотрите, от стационарных предприятий, вот смотрите, от транспорта. Больше ничего нет. Поэтому то, что мы сейчас делаем, и то, что делает наш губернатор, это мы на тонущем корабле красим фюзеляж дырявый и маленькими ложками вычерпываем воду. Полгода ушло у властей, чтобы назначить ответственного за вопросы экологии в Красноярске. Не мудрено, сколько времени может занять реализация таких пунктов резолюции, как газификация Красноярска или перенос главных источников загрязнения за пределы города. Вопрос лишь в том, как скоро жители города вновь соберутся на Красной площади. Виктория Лопатайся, Александр Тропин. Новости ТВК. Продолжение следует...